Это лет пять он уже у меня спросил, Коля, ты знаешь, я слышал, что если человеку дать имя какое-то непростое, то и жизнь у него будет такая же непростая. Я подумал, я его спрашиваю, а ты хотел бы, чтобы у тебя была простая жизнь? Он так недолго думал, говорит, нет. Но вот я не думал, что настолько непростая получится у него жизнь. Я от дедушки знаю такой мандраж, как он там прислали Сталин, у него просто вообще глаза, так сказать, стеклинили. В Сызрине у дедушки родовое гнездо, у них там дом в Сызрине, занимались они какими-то промыслами, по слухам, ну, типа такой он был купец, что ли, так. А после революции надо было заметать следы, потому что начались вот раскулачивания, но другую бабушку мою так сильно раскулачивают, он вообще помер, хрустили всех, 12 детей. А дедушка сбежал в Москву из этой своей зажиточной семьи. Мы же правильно меняли по структуре, да, поступил в военное летное училище, и я увидела, что он поменял себе отчество, год рождения, замел следы, как бы. Началось с того, что при мегафоне, как бы, у них был отряд такой, и они занимались тем, что устанавливали вот эти вышки. И тогда очень активно вот развивалась эта сеть, и потом вот уже, как бы, ну, пошло на уголь, там, с Крымом, там, в основном, вот эти дела после этого не явно. И это меньше стало работы, и он уже стал просто на любую подписываться, там, даже окна помыть, где-то там, там, что-то на высоте отштукатурить, и снег, да. А вам не страшно, что вам не заплатят? Вот такие вот привыкшие ко всему ребята. Ну, давай, мой. Он тоже всегда хотел путешествовать. Мальчик был в мухе не обидеть, очень, не знаю, позитивный. Мы делали какие-то вещи, которые уже помогали обществу, тот же Freemake, да. Отношение людей менялось, ну, друг между другом, и для нас это было важно. Создавать там то, что они пишут, как-то там, через 10 группы, но это даже... Ну, я думаю, что он, блядь, против, есть против насилия. О, какая пустая вода! Я знаю, что Юлиан проводил несколько акций по сбору одежды для и жильцов приюта, и это та одежда, которую наши волонтеры раздают в пункте выдачи. Вся работа благотворительной организации «Ночлежка» на самом деле держится на волонтерах, потому что волонтеры – это те люди, которые раздают еду, раздают одежду, помогают людям добраться до всяких медучреждений, до паспортных столов. Мы, в общем-то, не были знакомы, но помощь Юлиана и всех тех людей, которые тоже нам таким образом помогают, очень ценим, потому что без этого не было бы ни одежды, ни медикаментов. Началось еще, когда он учился в школе. Бабушка ему заметила мама Юлика, что бабушка дает деньги на завтраки Юлику, а он бежит и закупает крупы, там еще что-то. И потом выяснили, что они устраивают обеды для бездомных. В последние годы он жил своей бурной молодежной жизнью, у него очень много всяких было знакомств. Поскольку они для меня дети, я вижу, что они очень хорошие, такие все добрые, воспитанные, кроткие, какие-то просто как ангелы небесные. Я байтанка говорю, они прям все как апостолы, говорю. Они настолько вот все хорошие, они все там не курят, не пьют, не ругаются, не дерутся. Собственно, дом, в котором мы жили, маленькой коммуной с Ильей Капустиным. Здесь часто бывал Бояршинов. Юлиан часто у нас останавливался, я достаточно близко с ним общался. Этот человек, с которым можно достаточно глубоко и говорить о важном. И от него всегда можно было ожидать какой-то очень осмысленной и правдивой, искренней реакции. Самую большую угрозу для антифа движения представляли нацисты, которые атаковали антифа или панков, или субкультурную молодежь. Пытались навязать свои правила на улице, пытались доказать, что нацизм – это хорошо, антифашизм – это плохо, и за это надо убивать. И они пытались даже убивать, и жертв у них было немало. Конспирация нужна была просто для выживания. Безопасность активистов в России необходима для того, чтобы о вас, о вашей группе, о ваших активностях, о ваших занятиях не знал никто, кроме тех, кому надо об этом знать. Его нашли вообще в Пятигорске на цепи. Часто бывает у заправки с дробью в боку и с выбитым глазом. Вот Юлиан раньше с ними постоянно ездил. Ярик, он помнит. Ярик у нас один из первых, кто здесь в центре появился. Мы с Яриком на поводке гуляем, так что я знаю, что Юлиан тоже с ним гуляет. Он хочет на волю? Сколько волка ни корми, он будет смотреть в лес. Но вообще волки, они стайные. Для него стая мы. Мы знали о арестах в Пензе, начиная с конца октября, когда все это началось, буквально через какие-то часы или дни. Если самый конец октября, ноябрь, декабрь и большую часть января люди, которые как-то были известны пензенским ребятам здесь, не предприняли никаких действий, чтобы сменить телефон, перестать общаться со всеми активистами или не активистами со своей тусовкой, просто уехать в другой город или как-то еще перепрятаться. Для меня возникает вопрос, чего они ждали. Для меня это парадокс.